Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 как я понимаю это очень дорогая старая аппаратура давайте зайдем в студию я прошу группу идти ну и смотрите под ноги так ну вот студия ну вот в нормальном относительном состоянии сейчас конечно можем пройти сюда вот сюда проникли злоумышленники одна из группа поджигателей было несколько и один из первых очагов если не самый первый очаг возгорания был в этом месте Максим еще раз подойди ближе звук говорю здесь ну то что мне рассказали здесь они забрались на второй этаж и облили керосином полностью весь балкон и подожгли поэтому вот пламя было приблизительно вот в этой точке сгорела наша аппаратура звуковая здесь находилась ну как бы по сравнению с международным отделом здесь еще более-менее как бы отделались надеюсь легким испугом давайте вы можете видеть использованные огнетушители работники студии пытались своими силами погасить пожар но не удалось вот вот давайте пройдем в newsroom так называемую корреспондентскую где работают репортеры на третий этаж можно подняться там две эмпиры смотрите подняться нет мы просто разбивали потому что был большой дым чтобы люди просто не уходили газа и не отрыли потому что мы наблюдали как вот где-то здесь стекла от пожара просто ну от жара крестились это так называемая монтажки здесь монтируется сюжет вот видите насколько вот эта монтажка пострадала вот можем на что это посмотреть Максим скажи понятно каков ущерб ущерб прежде всего производственным мощностям или это пока сложно сказать потому что надо понять включить питание и тогда посмотреть уже насколько большой ущерб но то что если не коснулась как бы в плане студийной техники камеры крана то ну пока сложно осонить Руслан честно будем будем всю ночь здесь дежурить смотреть и пытаться восстановить в общем то нашему коллективу предстоит тяжелая и бессонная ночь вот сейчас просто будем разбираться как нам дальше работать и что у нас пострадало а что уцелело вот такая ситуация вот такая ситуация только что вы собственными глазами увидели какие следы оставляют после себя участники мирных демонстраций по версии Министерства внутренних дел я хочу сказать продолжить слова которые начал мой коллега Руслан Смещук действительно нам предстоит сегодня бессонная ночь мы должны проанализировать все наши потери проанализировать как в каком виде завтра мы выйдем к вам в прямой эфир сделаем мы это обязательно не сомневайтесь без новостей мы вас не оставим как говорится нас жгут а мы крепчаем это были необычные подробности недели теперь с Алексеем Лихманом спасибо что смотрели и до новых встреч как в подробностях недели так и в черном зеркале до свидания до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...